Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Закатали в лед. В Рязани определились с общественными катками. Елочка, гори. Дед Мороз вместе с рязанскими школьниками включили 35 новогодних красавиц. День зимнего солнцестояния. О том, как правильно формулировать желания для того, чтобы они исполнились в следующем году. Этой зимой рязанцев и гостей города порадуют 26 площадок, на которых можно будет покататься на коньках. Работы по их расчистке и залитию уже начались. Валерий Седов проверил, как идет процесс. Встали сегодня с утра пораньше. Мороз ударил. Решили вот побыстрее зачистить и залить каток, чтобы дети катались. Вместе с коллегой Владислав Ферсов убирает снег с самого утра. Они специалисты по подготовке спортинвентаря спортивной школы «Сокол». Здесь, на этой небольшой коробке, каждое лето дети играют в футбол, а с наступлением холодов – в хоккей. Причем на лед выходят как воспитанники местной спортшколы, так и жители близлежащих домов. Вчера, например, здесь прошла тренировка. Сегодня очистят снег и каток снова зальют. В этом здании, это здание спортивной школы, там берется вода, шланг протягивается и горячей водой площадка равномерно проливается по всему периметру. То есть нужен хороший мороз, чтобы был, и все замерзает. Подготовка к заливке стартовала еще в начале сезона. Сделали небольшую снежную подушку, чтобы вода не проливалась через борта. Теперь же работы на коробке проходят регулярно. Расчищают снег, заливают и через несколько часов можно выходить на лед. В данный момент на всех катках города Рязани проводятся работы по заливке. И мы надеемся, что к выходным дням мы запустим в эксплуатацию все 26 хоккейных коробок. Проводится ежедневная заливка катка на стадионе «Локомотив». Это наш самый большой каток в городе Рязани. Также надеемся, что к выходным дням мы сможем в полном объеме запустить его в эксплуатацию. Сейчас полностью готово 9 катков. К вечеру добавят еще один рядом со спортшколой, где пройдет тренировка по хоккею. Но на этом работы по уходу за катками не закончатся. Те катки, которые находятся у нас на балансе учреждений, а у нас в соответствии с сопряжением все катки за кем-то закреплены. Есть сотрудники учреждений, как вы сейчас видите, которые производят постоянную уборку, до заливку, подливку катков. Покататься на коньках в такие холода – это хороший способ согреться. Однако не все дадут предпочтение занятиям на свежем морозном воздухе. Подождут, пока температура не поднимется. А там уже на лед можно будет выйти всей семьей. Тем более, что все катки по городу будут готовы. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Главным символом Нового года, помимо Деда Мороза и Снегурочки, является, конечно, новогодняя елка. В этом году в Рязани установили и украсили больше 35 зимних красавиц. Старт новогодним праздником дали воспитанники Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, школьники нашего города. Ну и, конечно, Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Раз, два, три! Елочка горит! Вот, ура! Вот так ярко в Рязань пришло новогоднее настроение. Причем одновременно во все районы города. Праздничные гирлянды загорелись не только в лесопарке, но и на елках у площади Ленина, на Победе у Дома торжеств и в ДК Приокский. Ну а кто, кроме детей, с их неподдельным восторгом, может поверить в новогоднее волшебство? У ребят очень огромное новогоднее настроение. Мы все веселые, мы все счастливые, мы все рады. А рады вдвойне, что нас пригласили на открытие вот такой городской веселой елочки. Посмотрите, все румяные, все счастливые, все красивые. Новый год – время, когда город преображается. Световые гирлянды, праздничные иллюминации, арт-объекты, шары, кареты, большие подарки. В Рязани почти в каждом районе будут свои сюрпризы. Мы поздравляем всех жителей города Рязани с наступающим Новым годом. Желаем исполнения всех самых заветных желаний. Будьте здоровы, чтобы в новом году постоянно с вами происходили самые счастливые события. Официально старт праздничным мероприятиям даст фестиваль «Забав» 25 декабря. Ну а 3 января рязанцев порадует фестиваль ледяных скульптур. Также в новогодние праздники по городу будет курсировать забавный автобус с игровыми и развлекательными программами. Календарь событий на сайте городской администрации. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Тысячелетиями люди наблюдали, как с каждым весенним днем светило поднимается все выше и выше над горизонтом. Пока 21-22 июня не достигнет пиковой точки. Зимой ситуация складывалась обратно, а высота солнца снижалась с каждым днем. Пока 21 декабря не достигала нижней точки. За несколько недель до этого момента светило прекращает двигаться. Оно находится на максимальном расстоянии от земли, и наблюдатель не замечает изменений в положении солнца на горизонте. Длится зимнее солнцестояние три дня, до 25 декабря. Коренные народы Алтая называли это явление «небо замерзло». Они верили, что в незамерзшего неба люди остаются на земле в одиночестве, без покровительства живущих на небе духов. Чтобы разморозить солнце, жгли ритуальные костры. Карачуном называли день декабрьского солнцестояния славянские народы. Божеству мрака и морозов принадлежат три дня до рождения нового светила. Чтобы противостоять злым силам, которые проходят сквозь истончившуюся грань между мирами, славяне тоже жгли костры, как и древние жители Алтая. Дата 21 декабря непостоянна. Астрономический год длится 365,25 дней. Зимние солнцестояния смещаются и попадают на 21 или 22 декабря. В 2021 году астрономическая зима начинается 21 числа в 18.59. День зимнего солнцестояния – одна из поворотных точек года. И славяне, и скандинавы отмечали этот день всегда как победу солнца над тьмой. В этот день вообще полагалось только улыбаться, говорить приятные вещи, надевать красивую одежду, печь пироги, так называемые круглые караваи по форме солнца с разными начинками, варить пиво, собираться всем родом, всем племенем. С точки зрения астрономии, единственное, что происходит в день зимнего солнцестояния в северном полушарии, наступает длиннейшая ночь в году, а также наблюдается самый короткий день. Земля двигается вокруг Солнца и вращается вокруг своей оси. Вот земная ось наклонена к плоскости земной орбиты. Вследствие этого мы сидим на вращающей земле, нам кажется, что Солнце по небу движется, ну, относительно звезд в течение года, совершает полный оборот. И по разным частям неба, то выше, то ниже. Вот когда совпадает угол наклона плоскости земного экватора и плоскости земной орбиты, и Солнце в этой точке, если в верхней точке, то получается летнее солнцестояние, а если в нижней, то зимнее. Это угол 23 градуса, 27 минут в настоящий момент. Но в природе главные характеристики декабрьского солнцестояния видны повсюду. Солнце встает поздно, скрывается за горизонтом раньше, а деревья и дома отбрасывают самые длинные в году тени. Народные предания и легенды рассказывают о переломном моменте. Этот день, он очень непростой. Вообще полагается в этот день писать планы на свое будущее, и в этот, например, «хочу построить дом». Ты себе это загадал, ты себе это написал, вышел с собственным ребенком во двор, построил снежную крепость. Все. Будущий действие. Да, залог будущего действия ты совершил. У тебя в следующем году возникнет вот этот момент, при котором у тебя сложатся все обстоятельства, чтобы ты смог это сделать, чтобы у тебя все получилось, чтобы никто не смог тебе просто-напросто в этом помешать. Поэтому день зимнего солнцестояния – это вообще всегда очень замечательное такое время, но его надо прожить именно в спокойствии, с улыбкой, с радостью и с ожиданием массы всего хорошего. В этот день старое солнце умирает, и появляется новое рожденное солнце. А значит, это самый подходящий момент, чтобы принять решение и осуществить давно задуманное. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Годовая инфляция в Рязанской области в ноябре уменьшилась до 9,15%. Этот вывод следует из аналитического отчета Банка России. На замедление в основном оказало влияние увеличение предложения на рынке продуктов питания и лекарственных средств. После резкого скачка в октябре цены на продукты стали падать. В основном это про овощи и фрукты. Выросла доля импорта, рынок пошел в откат. Кроме того, валовые сборы сахарной свеклы и подсолнечника стали выше прошлогодних. На ценовую политику подсолнечного масла влияние оказывает экспортная пошлина. Тепличные хозяйства, которые поставляют в основном в наш регион свежие помидоры и огурцы, они нарастили свое производство, модернизировали отчасти его. И поэтому увеличилось предложение на рынке и существенно замедлились темпы роста помидоров и огурцов. Кроме того, по фруктам, например, могу отметить апельсины. Рост поставок из Ирана апельсин, он, соответственно, опять же повысил предложение. И темпы, наоборот, даже апельсины подешевели. У нас цитрусовые в целом подешевели. Значительно прибавили в объемах и фармацевтические компании. Что неудивительно. Рост производства антибиотиков именно от отечественных производителей замедлил рост цен на них. Так же, как и на антимикробные препараты. Что же касается одежды и обуви, то здесь свое влияние неожиданно оказали противоэпидемические ограничения. Посещений торговых центров стало меньше, снизился спрос. Поэтому ажиотаж частично отложен на последующие периоды. Единственное, что прибавило, стоимость зарубежных туров. Например, в Турции. Но в предновогодний период рост цен на услуги зарубежного туризма был вполне ожидаем. В предновогодние дни и в праздничные каникулы на сцене театра драмы рязанцев ждет яркая, волшебная новогодняя история, которая зимой приходит ко всем детям и даже к их родителям. Неожиданные повороты сюжета, смелые герои, которые вступают в борьбу с лесными обитателями. Вы увидите все чудеса, которые приготовили нам Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Сказочные герои. Царь-государь, дочка его Анфиса, церемоний мейстер заграничный да генерал-царский. Вся эта дружная кампания ждет праздника Нового года и размышляет, где бы им раздобыть самую красивую волшебную елку. Кто же им поможет? Конечно, добрый молодец Емеля. Царь ему дорожку к самой красивой елке покажет. Однако елку-то срубить непросто. Она под охраной Нового года и самого Деда Мороза. Да и нечисть лесная не дремлет. Словом, не так проста задача для Емеля оказалась. Новогодняя история в сказочном царстве придумана и воплощена на сцене известным рязанским режиссером Арсением Кудрей. А это же где-то очень близко к такой форме, скажем так, Дель-Арте, к французской ярмарке, к тому же Вилсону, к Европейскому театру, с которым мы работали с Луизой. Я думаю, ого-го, как эта тема, интересно, созвучно. Герои – это все наши классические, сказочные. А в Дель-Арте в том же самом, такие же классические герои. Такой же Ван Дурак, но называется он по-другому. Такой же царь, скажем так, это богатый человек в Италии. И мы укопались в этом материале так чуть-чуть. И я думаю, как все как-то само помогает, как это ложится хорошо. Причем вроде как мы играем классическую сказку с героями, с Емелей, с царем и с бабой-ягой. А уводим ее в такую интересную форму европейского театра. Как сказал сам режиссер, идею сказки взяли у Дмитрия Голубицкого. Но все остальное придумалось уже собственными силами. Получилась как бы пародия на русскую народную сказку, где персонажи представлены в стиле цирковых артистов, а само представление в виде клоунады. К этому добавляются яркие костюмы героев и сверкающие декорации, что создает атмосферу волшебного новогоднего настроения. Каждый персонаж проработан в деталях и оттого образы весьма убедительны. Максимально неприятная личность, которая как бы в принципе при царе, в данных обстоятельствах нашего спектакля, нашей истории, он мог бы быть и существовать. Поэтому для меня это достаточно отвратительный персонаж, но со своими, ну понятно, со своими хорошими мыслями, ну лично опять же для себя. Ну и дальше просто я наслаивал уже какие-то свои личные наблюдения из жизни, будь то какие-то бабушки, дедушки неприятные или приятные люди. То есть все как-то по мелочам, по кусочкам собрался Христофор Карлович. Здесь персонаж, ну уж слишком сильно гнется, да, и делает какие-то жалкие попытки выгнать все в свою сторону, но не нужно прогибаться под изменчивый мир, да, в каком-то плане, да, когда-то кто-то спел. Ну да, подлостью, ну обобщим, да, чтобы кучу лишних слов не набирать, успеха не добьешься. Как и любая сказка, эта новогодняя история поучительна, и сам сюжет приводит к краху персонажей отрицательных. Насчет своего персонажа я могу сказать, что да, она такая дочка царя, которая вот я хочу, так будет, я вот скажу, так сделают, потому что у меня папа большой человек. Но при этом, при всем, Анфиса, она же не бросает Емелю, она же идет за ним, его спасать. И мне кажется, это, наверное, самая такая кульминационная точка, что нельзя бросать своих людей, особенно любимых людей, в беде. Все персонажи понятны для ребенка, зато для взрослых непривычно видеть царя в стиле Пьеро. Царскую дочку в стиле клоунессы, а Емелю – балаганного клоуна. Баба-яга в ботах на платформе, в модной одежде, с надувным автоматом. В итоге спектакль удачен для детей любого возраста от 0 до 99 лет. И с приобретением билетов в сказку советуем поторопиться. Места разлетаются, как горячие пирожки. Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 20 по 26 декабря. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова